Портал детали Главные новости Израиля и мира Давид, привет, добрый день, точнее вечер, рад тебя видеть и слышать Взаимно Взаимно, ну как ты неохотно сказал, без огонька, но тем не менее, я тебе поверю, что взаимно Давид, я сегодня хотел обсудить такой интересный вопрос, на мой взгляд интересный Очень многие руководители стран, государств, такие как Путин, Натаньяго, Трамп, Эрдоган Называют своей целью борьбой, борьба с элитами Причем в отличие от российского слова употребления, вот в Израиле слово элиты, как правило, произносится во множественном числе Элит тот, почему? И вообще, почему это так важно для них? Ну, начнем с того, что элита не одна Элиты много, они разные Есть судебная элита, есть финансовая элита, есть академическая элита, есть бизнес-элита Опять-таки, внутри бизнес-элиты мы можем сказать, что есть, допустим, банковская элита И есть заводская, ну, владельцы промышленных Владельцы заводов, газет, пароход Да, да, и они совершенно не всегда друзья Даже те, кто занимается одной отраслью, я не знаю, там, продовольствием Производители сельскохозяйственных Там, этот, помидор, допустим, владельцы теплиц Они далеко не обязательно большие друзья к владельцам крупных торговых сетей, да Поэтому элиты рады, и они борются друг с другом Поэтому нельзя сказать, есть одна элита Вообще, по мнению Макиавелли, те основные конфликты государства и общества разворачиваются между элитами Меньшинством, удерживающим власть и меньшинством, которое идет в власти Даже если это власть А где народ тут, а народ как бы безмолвствует, да Вот тут очень интересно Знаете, я увлекаюсь картами тара, но это нашим зрителям известно И вот если брать старейшие колоды, то тут есть, допустим, во всех колодах тара есть так называемый десятый аркан, лесо фортуны Вот фортуна крутится, одних поднимает, других опускает Вот, допустим, в одном из старейших колод марсельской есть вот такое, видите, один сверху, один поднимается, один опускается В колоде, которая ей предшествовала, так называемые карты в Висконсе, но их нельзя показать, они отсвечивают, к сожалению Там есть такая картинка Один поднимается к власти, на нем написано, я буду править Другой находится наверху, и на нем написано, я правлю Третий спускается, и на нем написано, я правил А вот само колесо, ну, которое управляется фортуной, находится на спине мужика, итальянского И этот мужик, он не участвует в этом, колесо крутится на его спине, он в этом не участвует, понимаете? Класс, классная аллегория Он подставил спину, на которой крутится это колесо, он не будет править, он не правил, он не правит Он максимум... То есть, кто бы ни поднимался на верхнюю точку этого колеса, спина болеть будет не меньше Да, ну, нет, можно сделать так, чтобы колесо было менее жестокое и так далее, но... Там подложить что-то под спину, да? Да, 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 но притендовать на то, что он будет править, нет, всегда есть те, кто не, большинство всегда не участвует в этом аукционе, в этой борьбе, борьбе за власть То есть, вот этому самому мужику получить, как бы, счастливый билетик, вот на этот социальный лифт, шансов нет никаких Ну, смотрите, мы знаем, что есть обновления, особенно в таких городах, в таких государствах, как Израиль, где государство молодое и структуры молодые И бывает, что люди из-за низов, они поднимаются наверх, но тогда они переходят вот из этого класса в этот, да, то есть, какое возможно... Быстро там осваиваются, да? Да, но все равно это не большинство, и в этом отношении элиты это вещь, которая достаточно замкнутая и так далее И постоянно идет смена одной элиты другой, она обусловлена социальной динамикой общества Общество обеспечения равновесия политической системы требует постоянной замены элит Постоянно вот это вот, от того, чтобы это колесо портунок уйти власть Что-то мне подсказывает, что эти смены элит происходят, как правило, кровавым образом Окей, желательно, опять-таки, вы меня просто обгоняете, так выхватываете и так так Притормаживаете Притормаживаете Желательно, чтобы эта смена элит, она проходила без кризисов, без революций Без катаклизмов Ведь эволюция, это та же революция, тот же переворот Ну, только без буквы «Ра», да, то есть, чтобы колесо двигалось желательно без сильных подписей Революция от эволюции отличается тем, что если революция длится там недели, может быть, месяцы, да То эволюция движется там столетиями, там, тысячелетиями, да Ну, иногда, по-разному, но, как правило, эволюция – это рывок, но потом есть отказ А эволюция – это все-таки полномерное поступление и так далее Ясно Так хорошо, Давид, а тогда почему же вот эти самые элиты так мешают Трампу, Натаньягу, Путину, Эрдогану, Орбану А, и Лукашенко мы еще забыли, да, самый наш главный борец с элитами Чем они им так мешают? Знаете, вот в Греции был когда-то такой, ну, было тогда когда-то так называемые семь мудрецов Семь великих мудрецов в Древней Греции Их, они иногда варьируют список, кто поет, кто не поет Но среди них был такой вот тиран Тиран, то есть, который правил, собственно, силами Периандр, сын Кипсела Правил где-то с седьмом, шестом веке до нашей эры И вот Геродот описывает Периандра как очень злого и очень мудрого правителя и идеолога вот этой единоличной варьи, тирании Когда правит один человек и государство зависит от решения одного человека И вот, согласно рассказу Геродота, когда Периандр получил власть, он решил власти обучить Вот, перенять мудрость И поэтому он послал гонца к другому тирану, в Милет И спросить совета у старого милетского тирана, которого звали Фрасибул Вот, гонец приезжает, говорит, вот он спросил, типа, технологии, инструктаж, как править И вот Фрасибул говорит, пойдем, пройдемся по полю Он ему напрямую не отвечает Он говорит, идем, пройдемся Они идут по полю И он говорит, хочешь посмотреть, как у меня хлеб пройдет и так далее И когда они подходят, то одни колосья возвышаются выше других Фрасибул берет палку и начинает по этим колосьям, которые повыше Начинает бить изо всей силы Сбивает их и потом начинает затаптывать ногами Гонец вообще ничего не понимает И он говорит, вот когда ты вернешься Объясни Периандру, что вот так надо вести себя Гонец не понял, он бегом возвращается в мире И говорит, зачем ты отправил меня к этому дурному человеку Который просто опустошает собственные земли И рассказал, что он видел Фрасибул А Периандр понял урок И он понял, что ему надо уменьшить любых выдающихся граждан Которые поднимаются над общим уровнем На голову Вот если кто-то на голову поднимается Там экономически, культурно, политически, влиянием, еще чем-то Эту голову надо подрезать Да, 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 да Если гвозди торчит, его надо вбивать Бить по шляпке И Периандр прежде всего объявил себя демократом То есть представителем демократа И борцом с аристократией Представительством меньшинства И стал уничтожать аристократию А когда он там выдающихся унисталил То оставшихся в живых он либо изгнал Либо запретил покупать там, я не знаю, крупные вещи Либо заставил платить В общем, подмял под себя всю олигархию И аристократию и так далее И в результате стал единоличным правителем, тираном, демократом Вот, собственно говоря, любая тирания Она всегда пытается представить ситуацию Как я с народом против элитов Любой, так называемый, авторитарный, харизматический лидер Он говорит, я выразитель воли народа Но мне мешают Кто мешает? Вот эти Там яйцеголовые элиты Левые судейские Так или иначе Ему мешают вот эти представители элитарных кругов Выполнять волю народа Вести народ вперед Опять-таки, тот же Иван Грузов Ему нужно зачем опрично? Для того, чтобы бороться с боярами Формула любой тирании Хороший царь против плохих бояр И поэтому любая тирания Она всегда требует борьбы с элитами А вот демократия Такая устойчивая, либеральная демократия Она, как ни странно, нуждается в элитах Она нуждается в более продвинутых людях И Любимый философ, кстати, Путина Иван Ильин Он говорил так, что демократия нуждается В признании и поддержке элит Поскольку она осуществляет подлинную агистократию То есть выдвижение Создание лучших людей И выдвижение их на главной позиции Давид, но ведь народ Вот тот самый плебус, о котором ты говорил Народ-то как раз против элит Элиты для народа Это как красная тряпка для быка Ну, то есть общественное мнение народа Она против элит Общественное мнение демуса Не плебса, а демуса Народа Парадоксально, но Само вот это понятие Общественное мнение Которое якобы есть у народа Оно появляется в Англии Где-то в 16-17 веке И как и большинство таких модных Идеологических точек Оно появилось в Англии Переселилось во Францию Почти сразу же И сразу вошло в моду Но что оно обозначало Общественное мнение изначально Общественное мнение Трактовалось не как вообще Мнение общества Кто же его поймет А как мнение Интеллектуальной элиты Ну, как наши Литературные салоны Академические круги Там, я не знаю Судейское сословие Вот мнение Интеллектуальной элиты Которое Противостояло Выражению Частных интересов Узкой кучки Политической кучки Ну, как Таким представлялся Прогрессивной общественности Королевский двор Поэтому как раз таки Общественное мнение Начиналось с того, что Элита противоставляла Себя Королевскому двору А соответственно Королевский двор Он все время пытался Поднять Мнение большинства Да не надо разбираться Какое-то мнение Народ любит короля И он И соответственно Он не любит Всех этих Элитарных вещей Поэтому Собственно говоря Общественное мнение Это вообще Какая Такая Машина Которая была Изобретена Элитами Для того Чтобы влиять На власть То, чем Элита всегда И занималась Ну и для того Чтобы вам Политтехнологам Было чем заняться И что намазывать На хлеб Не, ну Вопрос просто Где формируется Общественное мнение Уже не скажется Что оно формируется На кухнях сегодня Где формируется Общественное мнение Это Это хороший вопрос Опять-таки Та же Допустим Правовая реформа В Израиле Которая подается Как мнение Народ Это Она вся Была служила В так называемом Кружке Ко Ко Специальном Сознанном Для этого Американскими Миллиандерами Которые оплатили Вот эту борьбу С элитами Израиля Вот типа И проводят Через такого Простого пацана Как Бениамин Натаньяко Ну который Всего-то Сын Одного из руководителей Одного из создателей Партии власти И так далее Ну типа Совершенно простой пацан Да В этом отношении Абсолютно Абсолютно Не элитарный Да В этом отношении Мне всегда поражает Что в Америке Борьбу с элитами До сих пор Стрампу Ну такой обыкновенный Миллиардер Простой парень Кому же еще Кому же еще Это мнение Простого народа Отождествлять В борьбе С элитарной Общины Давид А можно Каким-то образом Эти элиты Воспитывать Выращивать Чтобы выращивать Такую правильную элиту Чтобы она была Вот такая вот Настоящая Хорошая элита Чтобы народ любила К правителю С уважением Относилась Знаете В любой стране Элита Воспитывает Только вопрос Или никак Не касается Качества Так сказать Или интеллекта Или морали Просто есть Различные Структуры Из которых Выходит элита Почему? Потому что элита Она не сама По себе Пробивается Она выходит Из определенных Трох А как же Из грязи Да в князи Вот Есть В чем отличие Элитарного Образования От обычного В чем отличие Это Отличие Когда-то Давно были Воспитаны Ровно Во Франции А потом В английских Школах Было И так далее На этом Построено Частное Образование И в Британии И в Америке И вот эти Частные школы В которых Обязательно Надо попасть И в колледжи В которых Надо попасть И в университетах Определенные Факультеты На которых Надо попасть Почему И именно Туда надо попасть Ведь допустим В каком-нибудь Факультете В другом университете Может быть Учат не хуже Чем В биологической Факультете Гарварда Или В какой-нибудь Колледже Учат не хуже И так далее Почему же Все пытаются Попасть Именно В это Определенное Место Основное Отличие Элитарного Образования От обычного Оно Заключается В том Что Независимость От размера Страны Независимость От учебной Программы Попасть Туда Всегда Очень Трудно Независимость От того Какие Знания Получают Туда Идут Учиться Не для Того Чтобы Получать Знания То есть Это тоже Да Но Это не Главное Туда Идут Учиться Для того Чтобы Попасть В компанию Которая Дальше Будет Ити По жизни Как Одна Десантная Группа Одно Десантное Подразделение Помогая Людям Своего Круга Занимать Соответствующие Высоки Правда Когда Бывает Такое Вот Чертополосито Но В государстве Всякие Перемены Как говорил Конфуций Когда Караван Поворачивается То Хромой Верблюд Оказывается Кредит То Неожиданно Может быть Элитарные Вещи Там Какой-нибудь Кооператив Озеро Который Возник В Петербурге В середине 90-х И вовсе Не думал Что они Будут Дербанить Всю Бать Россию И Рассчитывать На Управление Триллионами Дуоров То Британцы Британцы Назвали Старый Школьный Галстук Во всех Элитных Британских Учебных Заведениях Был свой Особый Галстук Именно По этому Галстуку Они Узнавали Себеподобных Именно Так Создается Люди Нашего Круга Элитарное Образование Это Образование Которое Создает Людей Нашего Круга Опять Так Это Определенные Учебные Заведения Определенные Школы Колледжи Университеты И так Далее И Тут Все Более Менее Понятно И поэтому Международная Элита Сегодня Опять Так Направлена На Те Же Самые Школы И На Те Же Самые Университеты И Хотят Чтобы И Дети Учились Там Чтобы Они Были Знакомы С Будущими Руководителями Британии Америки И так далее Ну давай Вернемся Так Сказать В Наши Края Вот У нас Борьба С Элитами Это Такой Ну 40 лет Постоянный Тренд Израильских Правах Правых Партий Причем Надо Обратить Внимание Что С 1977 Года Эти Самые Правые Находились У Власти То Как Тем Самым Вскармливая И пополняя Ряды Элиты Так сказать Своими Представителями Так а почему С кем они борются Тогда Понимаете Тут очень интересная вещь Я хорошо помню В 1999 Году Анна Таньяго Кричал В эфире А не Асавсов Асавсов В переводе с еврей Ну Бызла В рот И он кричал А не асавсов Я гордая Бызла И Датчик Перечислял Я гордая Марокканская Бызла Я гордая Йеменская Бызла Я гордая Русская Бызла Он назвал И так далее И так далее Я гордая Бызла Это человек Который родился Золотой ложкой Ворту Серебряный Золотой И так далее И который Занимал В этот момент Должность Премьер Министра Главную Должность В стране Обратите внимание Натаньяго Премьер Министр Больше Чем любой Другой Премьер Министр Израиля И он до сих пор Пария Он до сих пор Асавсов Гея Гордая Бызла Ему все время Мешает И в принципе Вот эта вот Борьба с элитами Для правых Партий Она именно Борьба А иначе Как объяснить Что у нас Не одно Предвыборное Обещание Не исполняется А выполняется Что-то противоположное Обещаем Что Застроим Этот Полуостров Потом Отдаем его Этот Синайский Полуостров Потом Отдаем его Египет Обещаем Что Этот Дин Теравив Судьба Поселения Газа Это Теравива Потом Отдаем Всю Газу Хамапа Как это Объяснить Элиты Мешают Вот они Вот это Вот они Ими И То есть Плохому Плохому Танцору Перефразируя Элиты Мешают А не то Что вы подумали Но Получается Еще одна Очень вещь Интересная Что борьба С элитами Это чаще всего Борьба С институциями Это то Что Вот тот же Ир Натаньяго Объявляет Больбой С глубинным Государством Да А То что Вот институция Это то Что Трамп Хотел поломать Он Конечно не поломал Хотел Перестроить Под себя Не перестроил Но значительно Ослабил Но тут Очень интересная Вещь Что Вот Были времена В том же 17-18 В 19-м Начале 20-го Люди Которые Хотели Прогресса Развития И так далее Они были Радикалами Эволюционерами Сегодня Люди Которые Вот Выдерживаются Этого направления Они Считаются Консерваторами Более Радикальными Более Злыми Более Требующими Эмпозициями Являются Те Которые Требуют Назад Которые Хотят Что-то Разрушать Институции И в этом Отношении Именно Ответ На Радикального Трампа Который Хотел Делать Америку Слово Великой Забросьте Ее Назад Где Она Была Америкой Выбрала Такого Бесцветного Спящего Сонного Никакого Байдена Почему? Потому что Байден Точно Не будет Разрушить Институции Он Их Попытается Восстанавливать И идти По ним И вот У нас В Израиле Кстати Главными Консерваторами Являются Ну Таких Как Те Те Байден Байден Были Выше Голова Кудряв Вот Казахстан Медленно Наверное Он Усложняет Он Работает В этом Направлении И душит Там Протесты Которые Происходят Вот Ироническая Власть Но При этом Казахстан Гораздо Более Прогрессивен Чем Соседняя Киргизия Или Если Мы Возьмем Армению Где Тоже Постоянно Трясет Революция И так Далее И Азербайджан А Про Азербайджан Говорит Вот Власть Она Крепкая Она Не дает Выступать Этим Диссидентам При этом Мы Забываем Что Большинство Диссидентов Азербайджана Каменисты И Они Хотели Приватить Азербайджан Мусульманскую Республику И Власть Им Которую Не дает Она Гораздо Более Прогрессивна Чем Те Диссиденты И Мы Посмотрим Азербайджан Мы Увидим Что Азербайджан Институциям Которые У него Есть Гораздо Более Прогрессивный Качественно Высшая Власть Что и Видно В управлении Государством По той же Войне Чем Армения Это Очень Интересная Вещь С одной Стороны Есть Вроде Б Революция Армения Она Считается Более Демократичной Так И Киргизия Считается Более Демократичной У нас На канале Ронкин Зеличенко Объясняли Что Гордые Киргизии Киргизы Они Вот такие Демократы О них Постоянно Трясет Но Киргизия Не начинает Жить лучших Пышлений Она Становится Более Аркаичной У них Только Количество Мечети Увеличивается Количество Детей Которые Не ходят В школу А Слушаются Слушаются Экстремисты Мусульман Поведников Если так Посмотреть Неизвестно Что лучше По мне Так лучше Казахстан Опять-таки По мне Так лучше Азербайджан Где Это Идет Развитие Хотя Опять-таки Я могу ошибаться Я готов сказать Что История Покажет История Более Длинная И Ответы Нам На сегодняшний день Неизвестны Спасибо Спасибо большое Давид Эдельман Историк Политтехнолог Наша программа Подошла к концу Велаю Александр Гурарье Всего доброго До свидания